салютятся дорогие друзья с вами лурли мур и вот 4 серия самая трудная самое наверное кропотливая хотя кропотливой было еще предыдущие до 3 но я снимаю как говорится авансом те вещи которые обычно вы пишете в комментариях до них я обычно догадываюсь уже как бы чуть позже но мне приятно что вы все-таки выражаете свое мнение и так сегодня мы будем заниматься интересным делом вот я построил своего летуна и как бы я пока разведку территории не делал потому что это бессмысленно ибо я очень хотел бы как бы сказать добыть ресурсы важные ресурсы но что-то как-то у меня все не так как я хотел бы если честно и по этой самой причине у меня родила родилась такая безумная идея если она не получится мы будем не знаю что делать ну короче мы что-нибудь придумаем сегодня я хотел бы вам показать простой способ как добывать ресурсы на планете допустим вот вам нужен кобальт вы как я приземлились пустыне и допустим у вас нету мода на на нетов то есть вот эти никаких модов нам на нетов нет а вам нужно добыть ресурсы как это как же с этим справиться есть очень такой красивый вид есть такой вот способ не не трудно на самом деле сейчас я о нем вам что это за что за так сказать то есть очень интересный такой способ который называется бурим с помощью колесной технике раньше это было невозможно когда ваш лур был молодой еще игра была молодая это было невозможно потому что колеса ездили только по относительно ровной поверхности и по неровной поверхности они не ездили в этом была большая беда печаль сейчас это поправили ну как сейчас уже как-то давно просто с последнего момента когда я играл тогда все было плохо сейчас более-менее поправили и теперь можно с помощью колесной техники порыть я считаю что это самый такой знаете кошерный вариант если у вас нет других вариантов никаких вы можете вырыть туннельчик вот видите говоря вот отдаляемся видите черные пятнышки да вам надо хорошенько отъехать от этих пятнышек потому что ваш путь он будет далекий имейте это в виду путь ратья ратья да и машины с тремя бурами вот такими вот недостаточно иметь на самом деле для этого надо иметь определенную хитрость сделать кое-что очень важно когда мы значит поставили нашу подвеску надо выделить переднюю подвеску передние два колеса и как бы отделить и выставить на нашей панельки как вы видите вот общую подвеску что она поднимается опускается на это для коннектора и именно вот сила пружины конкретно передних колес можно даже сделать не силу пружины а высоту подвески конкретно передних колес в чем вся суть вся суть в том что благодаря этому мы можем сделать вот что мы можем опустить переднюю допустим сейчас я это сделаем мы можем опустить переднюю подвеску то есть нос машины будет упираться вниз и вуаля начинаем бурить то есть этого вполне достаточно чтобы начать как говорится свой я помню слишком поднял да то есть этого вполне достаточно чтобы начать вот так вот бурить под землю и копать шахты при помощи машин это на самом деле замечательнейшая идея но все не так просто все не так просто хотелось бы конечно чтобы жизнь была медом да но жизнь не мед и в ней есть сложности и как с этими сложностями я сам столкнулся это было просто неимоверно тяжело ну чё поделать чё поделать чё поделать сейчас мы будем добывать кобальт тех количествах которых необходимо как видите уже идет схема скажем так рытья нашего туннеля главное не торопимся и самое главное это следить за уровнем высоты то есть вот у нас есть индикатор полосочки впереди он нам показывает насколько мы насколько мы отклонились от горизонта если вы отклонитесь слишком сильно то ваша машина застрянет и вы не сможете вылезть минус этого метода заключается конкретно если все будет нормально то вы вылезете просто надо следить за этим индикатором вот сейчас я посмотрю так как я посмотрю знать бы как мне посмотреть просто ну кстати выезжаем мы свободно значит все хорошо значит продолжаем продолжаем учтите что со временем машина становится тяжелой и для и это как бы создает некую проблему периодически надо поднимать вверх то есть нос но надо следить за высотой собственно говоря нашего горизонта и правильно определить расстояние до источника руды например здесь 80 метров учтите что бурение идет под наклоном 80 метров это глубоко на самом деле хотя видел руду и на 100 метров когда-то но как бы основная затея в этом сейчас я попробую добуриться и мы продолжим итак дорогие друзья вот мы и докопались до кобальта вопрос в том как мы отсюда выберемся вот очень хороший потому что учтите что ваша машина становится тяжелой и она скорее всего может не вы для этого мы должны увеличить мощность обязательно то есть мощность всех то есть всей подвески должна быть увеличена и вот пожалуйста мы и кое-как в принципе можем выруливать давайте посмотрим сколько же я нарыл к камня кобальта тут мало это обуславливается тем что тут тупо место не было у меня уже то есть все забито камнем учтите что такое обычно происходит сейчас мы отсюда вылезем как вы видите выезжать можно то есть по по сути то что раньше было невозможным сейчас становится возможным мне нравится что данный формат получается у меня потому что я сегодня рассмотрю еще один способ добычи руды на начальных этапах игры так ну-ка ну-ка давай-ка вылезай дружок тому кто страдает клаустрофобией не советую смотреть да либо для него это будет конечно далеко не сахар данный выпуск но ничего надеемся что он вы дорогие зрители не будете слишком расстраиваться так но давай я верю в тебя так видимо надо подвигать вот этими до гироскопами это поможет от всегда помогает ну ну же самая проблема это вот смотреть за тем что как только заполняется ваш заполняется ваше хранилище и кстати мой друг ларвис мне сказал о том что сюда можно выводить информацию на эти дисплеи так что я пожалуй воспользуюсь некоторыми модами и обязательно вы выведу сюда показатели скажем заполненности карты контейнера вот это очень важный момент то что допустим я знаю что там 80 процентов наполнено и пора выходить то есть пора в принципе выезжать так 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 нужен нужен чувак давай давай я знаю ты можешь после нет он действительно может выехать отсюда просто он видимо застрял покой тоже бывает так ну-ка так что там происходит походу он застрял да но это не беда может это решается довольно легко да похоже на застреливание сейчас это не проблема это решается довольно легко вот 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 сейчас все будет хорошо вот такие проблемы не проблема собственно говоря главное то есть мы получили доступ к обойту и сейчас мы благополучно выделим покажу что это да 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 молодец еще немножко еще немножко так тут я так понимаю уже проблема не застревания чего-то другого возможно того что я недостаточно прожимаю кое-какую кнопочку да так или то что подъем слишком пологий это тоже решается а я надеюсь это не испортит наши дела а только поможет а вся фигня в том что я не побеспокоился о весе машины ну же ну же верю в тебя малыш давай ну-ка может да мне тут нужно конкретно видеть зад машины опа ну-ка 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 ай черт до мощности явно здесь не хватает нужен лучше опа кажется дело пошло так 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 ну по-моему я страдаю проблемами навозного жука так ладно сейчас я решу эту проблему и так ребята в результате я решил эту проблему очень довольно просто я добурился до конца решил свернуть и свернув собственно говоря подыматься уже так и на этой как бы на этой скорости я просто буду бурить вперед до тех пор пока не выберусь естественно до тех пор пока машина не будет нормально ездить думаю это будет очень даже неплохо в принципе когда у машины тяжелая часть впереди она нормально как бы поднимается на все подъемы ну насколько я знаю сколько мне позволяет судить насколько мне позволяют судить мои знания весь этот процесс я вам показывать конечно не буду это все будет за кадром вы увидите уже как я вылез и просто я хотел сказать что данный метод уже работает вы можете в принципе рыть шахты таким вот интересным образом теперь у меня не знаю как накопано оба это общем накопан ли нет не особо накопан но ничего страшного думаю это не беда так мы можем немножко уменьшить переднюю часть чтобы было нормально итак дорогие друзья я выехал это же и стой 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 так обратно не надо ехать я выехал из этого чертового адского туннеля который с так долго рыл наконец-то правда я его вырал не совсем так как я его планировал да как бы изначально тут получилась такая вот проблемка что я из того туннеля вывалился сюда но я думаю что это не страшно потому что в любом случае я смогу выехать как бы там плохо не было но рабочий план план рабочий короче факт том что я выбрался и теперь конечно же поеду к себе на базу разгружаться это был один из способов того как не имея никакой возможности в принципе выбраться наружу вот сделаем к день в реальности так не умеет так чё ты как-то не совсем сторону базы поехал одним словом замечательно мне понравилось нет понравился хоть это и был сложный такой челлендж тоже назвал до челлендж потому что я сам себе пытался доказать в том числе не только вам но и сам себе что можно делать такие вещи в принципе да это реально хорошо ой чё тут я наделал то тише тише подвеска подвеска тише вот сейчас я попытаюсь заехать на свою базу и опустошить эти контейнеры нажитые так сказать ресурсы и конечно же потом я поеду добывать кобальт точнее полечу добывать кобальт мне есть одна безумная идея о которой я вам уже который я вам уже надоел судя по всему скорее всего но я сделаю так ну-ка ну-ка там бай блин что с тобой такое-то когда машина перегружена она просто становится неимоверно неуправляемый я считаю что это нормально учитывая сколько тут всего требовать от машинки многого не надо опаньте все заехали теперь достаточно просто опустить подвесочку опускаем всю подвесочку вот так вот и все ребят отлично все у нас все пошло теперь у меня остается вариант номер два вариант безумный вариант какой-никакой но вариант как вариант если вы помните прошлый раз я сделал такую штуку помощью которой я могу летать ну по крайней мере это неплохо и батареечка у меня уже тут зарядилась у меня есть такой план план весьма дерзкий и очень мерзкий так тоже можно сказать почему потому что вы еще все поймете так может мне сделать так вот конечно же вот так вот зачем мне это я блин а я неправильно еще поставил туда эти блоки они были не теми что мне нужны о так думаю вы понимаете что я собираюсь сделать это действительно безумно да еще еще безумно то что я чуть не этот чуть не запорол себе возможность летать я просто не смог залезть в кабину пришлось бы ждать пока не разрядилась батареечка так где-то здесь вот вот здесь я собственно говоря кувыркался смотрите сколько дыр здесь называется лур копал так где-то здесь есть кобальт и мы его сейчас добудем там мы его добудем не в таких больших количествах но этот метод поможет вам сделать что-то больше благодаря чему мы уже сможем добывать уже в больших количествах и так для этого нам надо перенести сюда наш блоки инструмент вот отсюда нам надо перенести чтобы сделать вот так а теперь внимание мы опускаемся вниз их эхма сказать это будет весело обещает быть весело надеюсь он и выравниваться так главное тут смотреть за ровностью вот я думаю так до кобальта можно быстрее добудиться по любому по любому так намного быстрее быстрее чем все остальные методы поверьте мне на слово если сами в этом убедимся по крайней мере определенное количество это мне даст выборить оттуда и это будет больше чем если бы я был бы вручную допустим неплохо мне нравится ребята мне нравится нравится такой вариант вертикальный так сказать бурение тоже неплохо да только я забыл детектор руды приварить чтобы знать наверняка кажется я дошел до кондиции отсутствие детектора руды это большая ошибка с моей стороны просто потому что тупо я не знаю куда я бурю сейчас честно ребята не знаю так ох какая дырочка я боюсь что мне придется отсюда аккуратно выбираться с риском но факт в том что я здесь что-то как-то не вижу по-моему я мимо хотя есть один план такая идейка аккуратно только я надо осуществить так опа так я боюсь что здесь поблизости мой буровой детектор нифига не видит это конечно обидно не беда я сейчас буду отсюда выбираться аккуратно кстати так тоже можно выбираться а так то удобнее блин вот я дурак было бы гораздо проще рыть вот так вот нужен детектор руды так я не смогу найти в принципе сейчас я это сделаю и поставлю бур на нос да я поставлю бур на нос так будет лучше для всех не будет жертв так давайте посмотрим как себя показывают в таком режиме нормально великолепно ребята это просто музыка не скрипт я не поставил бы памятник тому кто создал этот скрипт реально памятник поставлю так да кстати это нано боты с которыми я в конце концов разобрался на самом деле это хорошо что я с ними разобрался но так мне бы сделать вот так опа офигенно все отлично теперь мы поставим эту штуку сюда и у нас будет полный полный этот гармония по крайней мере так можно это назвать так все теперь нам нужен детектор руды который у нас здесь торчит здесь а я не хочу его как бы получать каким-то другим путем здесь он все равно не нужен а здесь он уже будет полезен так 7 пускай будет вот так все теперь можно лететь и бурить спокойно вы когда-нибудь вы видели такое буровое устройство вообще пункт аккуратнее аккуратнее джонни бой так так похоже на ступу бабы яги лично это меня ну-ка 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 осторожнее осторожнее давай показывай мне кобальт давай 50 метров вот он кобальт где моя дырка может мне уже воспользоваться готовой дыркой или может уже сразу пойти на него на кобальт видите как офигенно нет это реально офигенно так конечно нам нужно намного быстрее прям таки намного быстрее это конечно совсем не то а вот и наш выбор мы его можем подоставать чуть-чуть по выкапывать ушки по возможности видите просто все 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 гениальное просто на самом деле можно было бы просто вот построить собственно говоря один бур ставишь на такую штуку и уже выкапываешь по сути больше чем можешь унести руками у уже это намного лучше так что ну вариант с машинкой это для тех кто не хочет париться ни с какими скриптами просто хочет париться чисто вот не знаю по мужицки по серьезному там по богатырски покопать землю хотя я сомневаюсь что таковы имеются но а тем кто хочет именно быстроты я боюсь что быстрее этого способа вы не нароете ничего давайте посмотрим сколько ухты 24 кобальта я накопал больше я не хочу ребята я не я боюсь что эта штука может тупо не вывести то есть два наших трастера могут не вытащить а они вытаскивают меня это дико радует ребята 24 кобальта блин я могу добавить сюда еще больше трастеров на самом деле и сделать офигенную буровую установку на самом деле да мне мне нравится ребята мне нравится такая затея это намного быстрее чем то что вот я с машиной делал так что вот вам дерзайте два способа добычи ресурсов на планете это мега быстро мега супер выгодно я думаю что я сейчас буду как раз таки уже строить устройство для того чтобы забрать отсюда все хозяйство именно как бы все хозяйство базы разобрать его и подальше отсюда сварить так забираем отсюда все это кстати говоря мы можем даже вот просто тупо разобрать это к сожалению я думал не получилось сделать то что я думал можно конечно все разобрать и чтобы вообще все вывалилось но но нет так кобальт да он будет здесь перевариваться это зачерпятельно все ребята у нас есть теперь все ресурсики для того чтобы построить что-то большое летающие и улететь отсюда подальше катить отсюда подальше к тем местам где у нас очень и очень хорошие перспективы нас ожидают потому что здесь не очень хорошо да нет и все такое все таки мы же в космос собираемся улетать в конце концов так 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 никогда не мог бы подумать что камень станет в инженерах чем-то полезным а додумали же наконец-то так вроде бы все хорошо вроде бы 30 минут уже как бы мы снимаем я надеюсь я вам показал два способа добычи руды на начальных этапах игры хоть это было и долгое и не в режиме гайда но тем не менее это было что-то поэтому сейчас я всего лишь построил свое устройство для того чтобы отсюда свалить как можно быстрее и это будет довольно интересно и забавно надеюсь это будет мой начальный мини-под вот так что это будет в любом случае это будет круто это будет что-то похожее также на это я бы сказал но я начну его строить пожалуй за кадром потому что я я вам покажу все-таки где что я строю где что ставлю вот например в совершенствовании этой машины ничего особо толком я иного бы не делал я просто поставил контейнер сюда довел конвейерную линию и добавил коннектор собственно говоря вот и все то есть ничего хитрого здесь нет а еще добавил пару колес собственно говоря все особо я тут ничем не занимался таким экстраординарным крутым и так далее тому подобное поэтому дерзайте сейчас я за кадром сделаю каркас итак я закончил строительство интересного агрегата который перенесет всю мою базу гравитсапа ну конечно не гравитсапа но тем не менее хоть что-то это большой литун это маленький литун познакомьтесь мне интересно будет ли летать сейчас эта штука но по идее эти движки должны ее в принципе спокойно поднять я очень надеюсь что я ее сделал симметрично вот я очень надеюсь что он вытянет в принципе все что вот здесь есть да если не вытянет я добавлю дополнительно два движка с каждой стороны так сказать ну давайте проверим давайте не будем тянуть резину заката и нажмем вот это ах да все таки меня одно немножко расстраивает то что у данного устройства не очень скажем сделана правильно ножка то есть ему нужна третья ножка я ноги неправильно сделал но я их переделаю к следующей серии а в любом случае сейчас я переделаю кое-что другое мне нужно вылезть отсюда посмотреть что у нас здесь да у нас здесь c jetpack процент jetpack так называется а то что мы сейчас собираемся сделать текс где у нас программируемый блок выполнить называется так процент jetpack нет так ок а то есть мы это врубаем и в принципе вуаля работает 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 в принципе это великолепно вы только посмотрите на эту красоту на нем можно летать на нем можно далеко полетать у него сорок одна минута то есть у него и батарей будет побольше я так подозреваю да то есть на нем уже можно серьезно так полететь полетать отправиться далеко и забрать все свои штуки все свои приблуды а и организовать базу на будущее я сделаю вот что на будущее я его конечно же уберу я имею ввиду что я из него сделаю добытчик да я из него сделаю добытчик и он будет неплохой такой добытчик по идее он должен поднять в своем грузовом отсеке все что мне нужно и сверху я поставил нано-потов которые разберут мне базу все-таки мне она как бы не особо нужна вот аванпостик так называемый надо приноровиться к управлению этой штукой она слишком крутая вот слишком крутая эх так и добавить его в проекты конечно так а я пока снизу снизу и добавлю вот сюда ножку потому что нога должна была находиться вот здесь и не совсем верно получилось вот это вот не нужно на самом деле все вот 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 так вот теперь так где мои любимые любимые ненавистные блоки вот вот так вот сделаем так шоп центр тяжести ай что черт волк тебя ж не было это я распилю да уж вот что что ну вот волка здесь я не ожидал учитывая сколько времени я играю они появляются крайне редко так сколько тут два и тут тоже будут два такс ну-ка о ой черт пф вечно не то а вот смотрите а из-за того что он белого цвета его не этот не варит все сварит думаю не не варит все сварили посмотрим теперь он будет нормально садить то чем важно все сел так автозацеп убираем смотрим еще раз все то есть есть я допустим выключу мой автопилот чтобы он садился и было бы великолепно все великолепно так как прям я и хотел теперь надо его зарядить так пожалуй то что с ним надо сделать это надо его зарядить что у нас тут 4 батареи я уж на всякий случай позаботился о том что вдруг мне придется долго летать долго искать землю обетованную так сказать для того чтобы заложить базу так 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 что да блин кажется я понял в чем мои проблемы вот в чем а еще в том что я плохо продумываю то что будет потом хотя блин не удивительно что этот астронавт так достает везде все всех достает все падает так ладно пока у меня будет заряжаться это чудо чудо юда так я хотел бы посмотреть сколько батарей там раз два зарядиться через десять часов вау 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 слишком много три ветряка мало чем-то тут пожертвовать ну в любом случае я думаю что это уже будет конец серии потому что переезд я оставлю уже на следующую серию я добавлю чертежи моего маленького летуна ибо его мы тоже разберем добавлю чертежи так волк мертвый лежит добавлю чертежи мою ездяку ездяка и в принципе все я сделаю аналогичным способом оставив только вот это вот летающее устройство единственное что я на него добавил это вот вот survival kit добавил потому что мало ли что может случиться честное слово мало ли что поэтому я прям сейчас его спиливаю и пытаюсь его сюда присобачить так а survival kit вот он survival kit вот он надо все время держать при себе потому что неизвестно что может случиться так делаем так чтобы можно было доставать до до этого до первой помощи до первой помощи до плеем очень неудобное расположение перемудрил я кажется с этим так так в таком случае мы добавим козырек такой вот козырек и и уже спокойно будем крутить вертеть хочу вертеть у тебя закрутить хочу так 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 кажется это не будет симметрично по-любому мне придется его пихать вот так так опа как-нибудь наверное так ну да по-другому никак посмотрим как это уродство будет выглядеть ну уродство выглядит не так уж уродливо могло бы и быть хуже вот по крайней мере можно жизнь восстановить видите уже хорошо главное не шлепнуться на задницу иначе мы потеряем единственное что мы имеем короче это голый строй голострой так назовем так что вот такая вот интересная у нас серия получилась надеюсь тебе понравилось если тебе понравилось обязательно ставь лайк в следующей серии мы разберем всю нашу паузу и конечно же успешным образом переедем потому что нельзя все это скажем все эти ресурсы оставлять здесь мне интересно тут у нас по-моему у нас тут идет чистка руды да кобальт очищается кобальт штука такая что она очищает ну нужно ее много получается в принципе не так уж много вот блин тут столько кобальта я не знаю сколько времени потребуется чтобы он все это переварил но в любом случае это очень тяжелая масса мне бы не хотелось ее тащить туда с собой в любом случае я пока буду заниматься тут делишками я надеюсь и кстати говоря он будет заряжаться я вот подумал бы поставить сюда солнечные панели это будет хорошая идея вот куда-нибудь сюда давайте запилим забацаем солнечных панелей все равно делать нечего так где мои солнечные панели алю ты где вот и конечно же ветрячков я не ветреный парень но ветрячки люблю так и то же самое сюда так вот так вот оба отлично отлично я думаю что отлично может сидеть столько часов ждать пока он перезарядится это по-моему пытки для самого себя вот так вот кое-как какую-то ужасную картину мы тут сделали так чего им не требует тут что ну а солнечная ничейка конечно без проблем давай деляй все еще побольше энергии будет я прям чувствую пойдет моща так это все серого цвета значит будет печататься и так ребят я обнаружил что витре витре ветрогенераторы намного круче чем солнечные панели это мне дает кое-какую мысль о том чтобы я сейчас начал что это кое-что строить да пофиг так когда-нибудь мне кажется лучше солнечными панелями это дело выиграть так а вот вот и все что нам тут не хватало ладненько дорогие друзья я думаю на этом уже пора заканчивать серию я желаю вам всем всего самого наилучшего я надеюсь вам эта серия понравилась именно по этой причине ставь лайк если тебе действительно понравилось вот такой вот жирный лайк с вами был лимур подписывайтесь ставьте лайки и до скорых встреч всем пока пока а